Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире «Преображение» — программа для тех, кто хочет жить в мире с Богом. В станицу Темнолевскую 20 сентября приехало около 200 казаков со всего юга России. Здесь, на территории Спасо-Преображенского реабилитационного центра, уже второй год подряд проходит военно-патриотический форум «Казачье единство», ставший интерактивной площадкой для общения православной казачьей молодёжи. Открыть форум прибыл митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл. Ваше Высокое Преосвященство, личный состав казачьего военно-патриотического форума «Казачье единство-2013» построено, доложил атаман Хуторского казачьего общества «Маринское», центральное казачье войско, казачий полковник Сокуренко. Здорово ночевали, братья казаки! Здорово! Владыка совершил молебен на всякое благое дело и обратился к молодым казакам с архипастерским наставлением. Здесь, я думаю, что будет полезно вам обвиняться опытом. Будет очень много выступлений силовиков. И поскольку здесь под моим непосредственным благословением открывается этот молодёжный форум, здесь будет молитва утром и вечером. Божественной литургии в день Рождества Престой Богородицы 21-го числа. Я очень надеюсь, что наша молодая поросль казачья будет делать печальные выводы из того, почему произошло, что казачество разделилось в белых и красных, уничтожали друг друга в 30-е годы. Почему многое другое безобразие сегодня существует в казачестве. И что сделать для того, чтобы казачество было поистине православным воинством, полезным Отечеству, церкви, сильными семьями, сильными традициями. И, конечно, казаки бы не терпели негодников, а вразумляли их сами для начала. Форум проводится второй раз. И если в прошлом году в нём участвовало 100 человек, то в этом году численность казаков увеличилась вдвое. Опыт прошлого года показал, что проведение таких мероприятий во многом способствует сохранению культуры военного сословия, возрождению традиций и формированию казачьего самосознания. Я считаю, что вся эта очередная мероприятия, которая проводится в той или иной степени, оно служит как раз одной самой главной цели. Это сохранение у казачества как этнической группы, которая имеет собственную культуру, собственную историю, неразрывную, конечно же, с историей России, но, тем не менее, это нечто уникальное, не только в истории российской, но и в мировой истории. Это достойно того, чтобы было спроецировано на века вперёд, а не заглохло в ближайшие 5-10 лет. Привить казачьей молодёжи нравственность и духовность – такая задача стоит перед организаторами. Помимо этого упор делают на военно-патриотическое воспитание и спортивную подготовку. Большое внимание уделяется развитию лидерских и личностных качеств. В Темнолесскую для проведения публичных лекций приглашают людей, которые могут послужить примером духовности, мужества и силы духа. Одна из гостей форума «Любовь Родионова» – мать героя-пограничника Евгения Родионова, который принял мученическую кончину за веру. Нам не надо выдумывать героев, как где-то там в фильмах. Они у нас есть. А жизнь есть нам тоже за что отдать. За Русь нашу святую, за землю нашу, обильно политую кровью, воинством, казачеством, мученичеством. И все они, будучи в Небесном войске, конечно же, с нами вместе. И, конечно, они нам всем помогают и в будущем помогут. Работа форума продолжится пять дней. В течение этого времени казаков ждут встречи с интересными людьми, беседы о нравственности, творческие конкурсы, казачьи игры и различные мастер-классы. Самые первые из них показали сотрудники спецназа, продемонстрировав ребятам показательное выступление по захвату особо опасного преступника. Один из старейших вузов края Ставропольский государственный медицинский университет накануне отметил свое 75-летие. В Ставропольском дворце культуры и спорта собрались преподаватели, студенты и выпускники вуза, в том числе из ближнего и дальнего зарубежья. В праздники также приняла участие медицинская общественность, края и делегации республик Северного Кавказа. Поздравить университет прибыл и митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл. В своем напутственном слове владыка отметил, что забота о здравии человека является благородным делом, которое всегда благословляла церковь. Как чтятся в Православной Церкви имена Сынка Великого Мученика, Целителя Пантелеймона, Святых Бесребленников, Целителей Космы и Демьяна и других, которые были не только врачами, но они еще и были святыми людьми, просили Бога и с помощью Божьей, не просто применяя человеческие знания, профессионализма, доктора, врача, а еще и призывая Божью благодать, совершали чудеса, посредством которых делали только одно – заботились о человеке и о его здоровье. В честь юбилея митрополит Кирилл вручил ректора университета Валентине Муравьевой икону Святого Великомученика и Целителя Пантелеймона. В день, когда Русская Православная Церковь празднует один из двенадесятых праздников – Рождество Пресвятой Богородицы, кафедральный город Ставрополь отмечал свой 236-й день рождения. Утро Дня Города для верующих людей началось с молитвы. Божественную ритургию в Казанском соборе возглавил митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл. В своей праздничной проповеди Владыка напомнил присутствующим в храме церковное предание о Рождестве Пресвятой Богородицы и пожелал всем молящимся Божьей помощи. Помолимся Житой, причистой и благодатной Пресно-Деве Марии, чтобы она благословила наши семьи и чадородие, и благочестие, чтобы дети рождались на радость родителям, а родители приводили бы их в Божий храм, как затем Яким и Анна привели ее в храм Божий, ибо здесь есть все необходимое для достойной жизни человека на земле и спасения человека в вечности. Сразу после богослужения Владыка отправился на торжества, посвященные празднованию Дня Города. По традиции праздник открылся на аллее почетных граждан Краевого Центра. Действительно, сегодня строятся новые школы, новые детские сады. Это замечательно. Наш город самый красивый и самый зеленый. Но помимо этого, сегодня строятся и Божьи храмы. Значит, наша душа стремится не только к земным, но и к вечным ценностям. Ценностям, которые мы называем верой, надеждой, любовью и другими ценностями, добротой и многими другими. Необычным подарком для ставропольцев стал воздушный крестный ход над краевой столицей. Такое событие происходит впервые в истории Ставропольской епархии. С высоты птичьего полета владыка Кирилл осветил город Ставрополь, окрапив его святой водой. В полет над краевым центром вместе с митрополитом Кириллом отправился мэр города Георгий Калягин. С собой они взяли мощи святителя Игнатия Бринчанинова и Казанскую икону Божьей Матери. Эти святыни имеют огромное значение для верующих Ставрополья. В День памяти святых и праведных богоотец Акима и Анны в храме на территории перинатального центра в городе Ставрополье отметили престольный праздник. Прихожанам этой небольшой и уютной церкви удалось побывать на архиерейском богослужении. Божественную литургию в храме возглавил митрополит Кирилл. На молитву собрались многочисленные верующие, среди которых были сотрудники перинатального центра, сестры милосердия, будущие мамы и молодые семьи. Неслучайно храм на территории перинатального центра назвали в честь святых и праведных богоотец Акима и Анны. Сегодня многие пары обращаются к Богу с молитвами о даровании или сохранении ребенка. Пример родителей Богородицы уже тысячелетия служит им добрым предзнаменованием. После божественной литургии с праздником Владыку поздравили настоятельств храма претерия Александр Дубовик и главный врач Ставропольского перинатального центра Борис Затона. Особенно порадовали архипасты и юные прихожане, которые прочитали ему несколько стихотворений. В заключении Владыка Кирилл обратился к верующим с архипастерским назиданием. Сегодня противоестественные порой возникают мысли и действия современных людей, молодых женщин, которые противоречат Божьему закону, противоречат закону той природы, которую дал Бог, женщине дал Бог каждому из нас, кто выбрал семейную жизнь и кто выбрал ее для того, чтобы рождать, воспитывать детей, радоваться, наполнять землю благочестивыми людьми. Сегодня нужно во многом все это нам восстановить. Отношение к правильной семье, конечно, все это нужно сегодня проходить заново. Настолько безбожие выжигает, как страшный пожар на своем пути, что также и безбожие уничтожило большое количество традиций и самое главное, традиционную семью. После богослужения Владыка посетил Ставропольский перинатальный центр, на территории которого находится храм. В сопровождении главного врача Бориса Затона и священнослужителей Владыка осмотрел отделение центра, где оказывается квалифицированная помощь беременным женщинам и новорожденным детям. Владыка пообщался с матерями, поздравил их церковными праздниками, благословил малышей и пожелал им помощи Божией, здоровья и благополучия. Хорошо здесь ухаживают, внимательно, тепло, все благополучно со стороны врачей. Ну и слава Богу. И вам тоже силы и здоровья. Милостей Божьей. В Ставрополе прошел отчет на выборный круг Терского городского казачьего общества. Его работу благословил председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством, митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл. Собрание началось с общей молитвы. Казачий круг затянулся до позднего вечера. На нем были определены кандидатуры на вступление в казачье общество, заслушаны годовые отчеты. Самым важным моментом круга стало избрание нового атамана. Перед началом голосования митрополит Кирилл обратился к казакам с архипастерским словом. Очень молился, просил Господа, Матерь Божия, чтобы сегодня в этот мир Христа Божьей Матери действительно разоблагал в разуме и дальше все прошло. Дальше, чтобы накатаны уже дорожки тоскать Ставропольского общества дальше. Помолившись, казаки приступили к голосованию. Новым атаманом городского общества был избран Александр Печников. Я за Бог! Я за Бог! Я за Бог! Я за Бог! В Ставропольской и Невиномысской епархии прошло совещание по подготовке очередного Ставропольского форума Всемирного Русского Народного Собора. Отделение этой общественной организации в Ставрополе было открыто Святейшим Патриархом Кириллом в декабре прошлого года. Обсудить программу предстоящего мероприятия собрались представители духовенства, государственной власти, деятели науки, образования и культуры Ставрополья. Возглавил совещание митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл. Открывая собрание, владыка отметил, что прошлогодний форум вызвал большой резонанс и привлек внимание общественности. Это было, во-первых, очень важно для встречи с людьми, для того, чтобы помимо храма в таком зале люди услышали слово Святейшего Патриарха. Ну и в то же время это было стартом для работы нашего Ставропольского отделения Всемирного Русского Народного Собора. Открытие форума запланировано на декабрь. В этом году он пройдет под названием «Нравственная и ответственная личность основа сильного государства». Работа мероприятия рассчитана на два дня. В течение этого времени на разных площадках города будет проходить работа секций по различным направлениям. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. Всего вам доброго и до хранит вас Господь! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова